Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! У нас сегодня завтрак. Сырники, мои любимые брокколи, сардельки, оливки, яичница. Взяла вот такую бандуру просто с гущенки. Она уже который день в холодильнике. Надо уже начать хомячить, тем более с сырниками очень хорошо сочетается. И еще попросила вас задавать мне вопросы в моем инстаграме. Давненько такого у нас с вами не было. И сейчас буду отвечать на вопросы. А первый вопрос обязательно хочу начать с первого. Кто первый успел задать первый вопрос, на тот мы и ответим. Даже если на этот вопрос миллион раз уже отвечала, поэтому обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы ваши вопросы были в моем следующем видео. Ссылка в инфобоксе. Вопрос задает Схилки 07. Слышали про заработок в WhatsApp? Отвечая на сообщение, скажите свое мнение. Я не знаю, про какой именно заработок идет речь, но когда я ходила к репетиторам, с нами вместе на математику ходила девочка, которая устроилась на работу через WhatsApp. Она, получается, сидела на уроке. Когда выходила, и мы уже ехали в автобусе, она уже работала. Чем она занималась? Тогда только-только все переходили уже на инстаграм магазины. И, в общем, в один из магазинов она устроилась, отвечала на сообщение. Это был магазин одежды. Там кто-то спрашивал, сколько стоит эта кофта, сколько стоит этот комплект. А что за материал здесь? Если отправка по почте, отвечала на все вопросы. Зарабатывала, правда, немного. Всего 200 монат. Это 8000 рублей. Понятное дело, небольшие деньги. Но для девочки, которая ходит по репетиторам, у которой ненормированный график, еще плюс школа, она сама рассказывала, что на уроках она сидит и отвечает на сообщения. Те предметы, которые ей не нужны, она как бы просто отвечает на вопросы клиентов и тем самым зарабатывает денежку. Мне кажется, сейчас очень много таких профессий. Сидя дома, можно зарабатывать. Тогда еще очень тяжело было найти подобную работу, потому что вообще инстаграм только-только зарождался. И подобных магазинов было очень мало. А сейчас спокойно можно. Это был очень большой магазин одежды. Естественно, хозяин магазина ему не до этого. Ему нужно привозить одежду. У него есть там продавцы, которые оффлайн продают. А тут онлайн продажа. Насколько я знаю, она поступила в универ, и даже участь в универе тоже работала там же. Потом уже они взяли вторую девочку. Мне тоже, кстати, предлагали устроиться туда. У меня немножко другие были интересы, так скажем. Я начала заниматься ногтями. Это у меня шло, развивалось. Но она продолжала работать. Просто отвечала на вопросы. Просто я не совсем поняла, человек, который задает этот вопрос, про какую именно работу говорить в ватсапе. Но мне подписчица рассказывала историю. Очень часто мне в инстаграме девчонки рассказывают про то, как их обманули, что-то произошло. Потому что я часто подобное рассказываю на ютюбе, на своих мукбанках. И, в общем, одна девочка мне написала, что она переводчица, очень хорошо знает английский. И ей дали текст, чтобы перевести. И сказали, что за это будет оплата, естественно. Оплата в конце месяца и так далее. Она поверила. Весь месяц работала, переводила тексты. А потом в конце они просто исчезли. Так что ситуация разная. Не каждому второму можно доверять. Особенно сейчас столько интернет-мошенников появилось. Мне постоянно пишут, что давайте создадим ваш мерч. Вы будете получать процент из продаж. Я консультировалась с Региной. Она говорила, что очень часто бывает такое. Когда не суперизвестный какой-то блогер пишут подобные люди. Создают сайт. Там, в общем, вы потом покупаете себе, например, мерч. И вас кидают. Вам ничего не отправляют. И мне тоже перестают отвечать. Вот. Тем самым навариваются на этом на обмане людей. Тут, конечно, надо быть аккуратнее. Я, конечно, вам рассказывала, но придется еще раз рассказать. Потому что вот часто мне пишут в комментариях, Айка, ты эту историю уже рассказывал. Блин, на моем канале появилось так много новых зрителей, что стопудово они эту историю не слышат. В общем, у нас есть знакомые. И ему в Инстаграме написали, что мы очень бюджетно можем завести из Дубая айфоны. То есть дешевле рыночной цены. У нас в Азербайджане намного дороже стоит айфоны, чем, например, в Америке. Дело даже не в том, что здесь надо телефон регистрировать, и это стоит немаленьких денег. Вообще, в магазинах огромная просто разница между официальной ценой и той ценой, которую у нас в магазинах техники. Вообще, невыгодно покупать. так вот, ему предложили купить айфон. Абсолютно новый. По очень хорошей цене. Прям очень. И он решил рискунуть. Потому что у страницы было очень много подписчиков и вроде отрицательных комментариев тоже не было. Под всеми фотографиями он прочитал комментарии и понял, вроде бы не кидал его. На каждой фотографии там по 100 лайков. Страница эта создана не то, что два дня назад, не знаю, там месяц назад, годами эта страница есть. И он заказал телефончик. Пришел телефон, проверили оригинальный и просто по хорошей цене. Не помню расценки. Тогда, например, телефон стоил 700 долларов, а ему предложили за 450, к примеру, да. Он купил этот телефончик себе. А потом он работал в банке. Предложил своим коллегам. Могу тебе привезти последний айфон. Дешевле рыночной цены. Вот, пожалуйста, пример. Придет точно такой же, как у меня. Я, в общем, нашел много клиентов, штук 5, и решил уже во второй раз, уже поверив, доверившись, заказать еще телефоны. не помню, не помню, 5-6 телефонов он заказал. Оплата там стопроцентная. Причем, самое удивительное, что деньги он отправлял в Россию. Если человек привозит из Дубая, при чем здесь Россия? Ну, в общем, перевел денежку и ждет. Ему сказали, что в течение 4-х дней посылка приедет. Там транспортной компанией какой-то отправляли, не почтой, точно помню. Причем, через день перестали отвечать, а потом вовсе заблокировали его. он понимает, что его просто кинули. И мало того, что просто его кинули, кинули уже всех. То есть, он хотел как бы на этом навариться, получается. Подзаработать денег. А теперь всем ждут свои айфоны. И как ты теперь объяснишь? Что вы знаете, меня кинули. Ему пришлось взять кредит, отдать всех деньги. Обратился в полицию. Ему сказали, что это другая страна. Вы сами лох, в общем-то говоря. Не надо было доверять, всем попало. Вот такая история. Следующий вопрос задает А. Кизек Паева. Кто тебя мотивирует? Блогеры и так далее. Да много кто меня мотивирует. Я и Марину смотрю, и Инну иногда смотрю. В последнее время Инну что-то не особо. Ну, в общем. То есть, меня очень мотивируют и другие мукбанкеры. просто есть такой момент. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Но мне кажется, людей, которые любят мукбанки, их не так уж уж много. Например, назовите хоть одного мукбанкера-миллионника. Не именно АСМР, там, корейский, а именно мукбанк, где человек разговаривает, рассказывает что-то и ест. не АСМР ни в коем случае. Поэтому я думаю, что, мне кажется, это максимум, максимум 250 тысяч подписчиков можно набрать в этой сфере, но мне кажется, не больше. лекарствам и у Инны, и у Марины, и у меня в какой-то момент начало меньше людей подписываться. И это не потому, что там контент какой-то плохой или что-то такое. Я считаю, просто людей, которые любят мукбанки, не так много. Потому что нету какого-то примера человека-миллионника. Поэтому я думаю, что это прям самый пик. Может, я ошибаюсь, напишите, пожалуйста, в комментариях. Многие, например, этот контент не понимают. В смысле, есть на камеру. А в чем прикол? Сгущенка даже не понадобилась. Поэтому, если честно, я не верю, что на этом канале прям миллион подписчиков у меня будет. Но меня и так все устраивает. У меня есть еще мой бумажный канал. Так что все. Чики-пики. Рецепт, кстати, на сырнике. Я вам оставлю в инфобоксе. Я просто обожралась. Уже не хочется. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока. Пока.